Вы успели посмотреть новый фильм о нашем ползучем герое? Уверен, что вы остались довольны появлением Паучка Тоби в новом приключении. Давайте в честь этого вспомним далекий 2007 год, который был аж 15 лет назад, а именно, завершение трилогии нашего любимого героя, коллекцию карточек с паучком, которую продавали во всех киосках, и также мобильную игру, о которой пойдет речь в этом выпуске. В конце видео, как обычно, будет загадка, поэтому не пропустите. Приятного просмотра! Что ж, 2007 год. Это была первая игра Человеке-пауке, которую я скачал, и для меня она стала лучшей. Да, была еще очень известная часть, Токсик Сити, или даже игры про героя Эндрю Гарфилда. Но дело вот в чем. Сразу хочу начать с визуала. Возможно, вы меня сейчас закидаете помидорами, но меня слегка отталкивает внешний вид в новых играх про паучка. Сейчас объясню. Тут дело привычки. Я 2002 года рождения, поэтому игры моего времени имели простую в хорошем смысле картинку. Они были словно мультик, ожившие в телефоне. Но сыграв в новые игры, они мне показались более детализированными. Слегка напрягались глаза. Я не говорю, что это плохо, просто это было непривычно. Видите, насколько проста картинка третьего паука? И насколько детализированы остальные? Даже сам фильм с Тоби воспринимается как простая сказка. В то время, как другие паучки уже начинают осваивать новые сложные технологии и даже бывать в космосе. Лично мне не хватало какой-то приземленности, а я ее люблю. Но в целом, я остался доволен всей серией. А так, это дело вкуса. Каждому нравится что-то свое, и это нормально. Сама же игра повторяет сюжетную линию оригинального фильма, но с некоторыми отклонениями. Мы также ссоримся с Гарри, получаем черный костюм, боремся с песочным человеком и одолеваем Венома. А в чем же заключаются отклонения, спросите вы? Ну, например, Веном вживает и обещает отомстить. А вторая битва с песочным происходит не в теле гиганта, а в теле обычного человека. Да и в целом, это же мобильная игра, естественно она упрощена. Кстати, мне нравится то, что разработчики добавили дополнительные уровни, которые происходят вне сюжета. Помните эту сцену с поломкой фотоаппарата Эдди Брока? Так вот, в игре есть целый уровень, посвященный этому моменту. Правда, нам приходится ломать не один, а шесть фотоаппаратов, спрятанных в разных частях города. Или вот, например, уровень со спасением гражданских от обломков здания и падения с высоты, что мне кажется отсылает к этой сцене из фильма. А вообще, внимание к деталям в этой игре очень хорошее. Помимо того, что я перечислил, здесь можно заметить ещё кое-что. А именно, поведение чёрного костюма Питера Паркера. Как и в фильме, костюм не только наделяет нас большей силой, но и, если можно так сказать, отравляет нас. Забирает наше здоровье, которое мы можем возместить путём агрессии. То есть, разбить какую-либо вещь или отмудохать кого-то. Наделена игра и трюками, которые называют комбо. Мы способны не только связать человека, но и проделать с ним несколько действий, в зависимости от того, на какую клавишу мы нажмём. И это дарило мне незабываемое удовольствие от издёвки над преступниками. Ну и полёт на паутине был зачётным. Стоит сказать ещё про борьбу с Веномом. Интересно то, что в ходе сражения с ним нам дают воспользоваться слабостью симбиота. А именно, его неприязнью к громкому шуму. Поэтому мы можем оглушать врага путём удара о мусорные бёдра. Хорошая деталь. А как дела обстоят с музыкой? С ней всё в порядке. Это, конечно, не шедевр Дэния Эльфмана, но для мобильной игры самое то. Некоторые музыкальные моменты даже удивляют своим качеством. В принципе, это всё, что я могу сказать об игре. Иначе получится много воды. По моему мнению, игра достойно изобразила фильм. Пусть и с некоторыми изменениями. Вот уже несколько лет я перепрохожу это приключение. Длится оно недолго, лишь минут 30, если вы хорошо набьёте руку. А теперь загадка. Из какой джавой игры эта мелодия? Ответ пишите в комментарии. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»